Привет всем любителям огородного ремесла в игре Архейдж или просто простые геймеры, которые хотят заработать копеечку. Все мы помним, что до обновления можно было спокойненько засадить поля коровами, раз в 10 часов доить их, а полученное молоко сдавать просто НПС. Это было немножко утомительно, каждые 10 часов по откату заходить в игру, но это была какая-то копейка. С 4 пугал за 1 раз можно было сделать 20 голды. С новым обновлением все поменялось. Молоко теперь стоит копейки и животноводы вынуждены искать новый способ заработка, ведь ремесло прокачано и надо с этим что-то делать. Уверена, что есть уже и видео-гайды, и на форумах разные обсуждения с рекомендациями, что сейчас выгодно выращивать. Но я решила провести свой собственный эксперимент. И для этого, как вы видите, я вокруг дома посадила 10 коров, 10 овец, 10 коз, 5 быков и 5 яд. Для какой-то глобальной статистики количество небольшое, но в принципе можно будет понять, чем можно заниматься, а с чем лучше вообще не связываться. Вот мне уже немножко повезло, и мне дали золотое руно. Если кто еще не в курсе, все эти зеленые проки больше не нужны для создания предметов. Их просто разбивают на обыкновенные элементы. Вот как с золотого руна, например, получится 54 овечьей шерсти. Вся эта скотина кормится, как и раньше, комбикормом. Создается он все так же в большом уголе из клевера, соломы и тыквы. Осталось 3 овечки острить. И я прикину, сколько же заработаю я, продав эту овечью шерсть на аукцион. Хочу сразу заметить, что отталкиваться я буду от рынка конкретно своего сервера. Прежде чем принимать решение, чем заниматься вам на огороде, лучше изучите свой рынок. То есть я вам примерно показала, сколько можно будет получить с овечек с 10 штук. Вот как видите, 183 просто шкурки шерсти точнее и одно золотое руно. Вот мы его разламываем и получаем 54 овечьих шерсти. Если всю эту шерсть продать на аукционе, то я получу около 2 голды. Учитывая время роста, ну и там плюс-минус, когда мы спим, можем где-то забыть, мы острить овец сможем 3 раза за день, за 1 сутки. То есть в принципе за сутки 10 овечек нам могут принести около 6 голды. Но также следует учитывать и форс-мажоры. Бывает овечка заболеет или попросит больше комбикорма, чем обычно. Или же просто не повезет нам на прок и не достанется золотое руно. В таком случае из 10 овец мы в принципе с высчетами на все расходы сможем получить за сутки 5 голды. На покупку овец у меня ушло 10 золота. То есть получается только через 2 суток я начну идти в плюс. Следующими я даю коров. Я думаю нет ни одного огородника, который не попробовал посадить у себя этих коров. То есть каждый хоть один раз, но подоил. Раньше это было модно и популярно. Здесь также до сих пор можно получить зеленое молоко, которое разобьется на обыкновенное молоко. Ну точнее не зеленое, это я его так называю, все эти проки для меня зелеными. Так проще. Там оно по-моему называется топленое молоко. Итак, с 5 коров у нас получилось 77 молока. Это около 2 золота и 30 серебра. Подоить мы их можем 2 раза в сутки, ну плюс-минус, учитывая, что откат у них 10 часов. То получается, что около 5 золота в сутки мы можем заработать с этих коров. Но это еще молоко продать нужно. И соответственно, как повезет, какого найдешь покупателя. Бычки. Следующими бычки. Бычки у нас растятся только на убой. То есть их нельзя ни стричь, ни подоить, наверное, слава богу. Они у нас растут, ты их садишь один раз и сразу же выращиваешь и рубишь. С них дают шкуру и говядину. Я думаю, все заметили, и это очень единственное, наверное, обновление в огородничестве, которое меня безумно радует. Раньше можно было случайно промахнуться где-нибудь с просоней или там отвлечься, отвернуться. И вместо того, чтобы остричь, зарезать животинку. Сейчас тебя спросят, уверены, вернуть нельзя будет. И это очень удобно теперь. Итак, с пяти быков, которые мне обошлись в 12,5 золота, у нас получается 86 говядины и 223 шкуры. Я думаю, все заметили, что теперь даже в нуболокациях шкура с монстров не фармится. Теперь единственное место, где она добывается, это огород. Вот. Потому она и в цене так подскочила. Хотя сейчас мало кто крафтит, и спрос на нее не такой уже и большой. Если продать все мясо и шкуру, можно выручить за бычков 8 золота. И я думаю, все уже поняли, что быки сейчас невыгодно. На них много не заработаешь. Потому что, напомню, потратила я на них 12,5 золота плюс комбикорн. Итак, яты. Яты это самые, наверное, милые животные, которые можно выращивать на ферме. Как вы видите, из всего этого огромного поля, со всем этим скотом, заболела у меня только одна ята. То есть, скорее всего, шанс заболевания снизился. Это радует. Хотя и голодных тоже я не увидела на поле. Наверное, и здесь тоже шанс порезали. В принципе, это приятный момент такой. С 5 яд у меня получилось 33 шерсти. Ну, точнее, с 4 яд. Одна ведь у меня заболела. И за все это я смогу выручить около 2 золота. Если ята раньше была ценна именно проком, то сейчас эти проки, в принципе, бесполезны. То есть, получается, ята сейчас у нас на самом первом месте в рейтинге бесполезных животных для выращивания. Потому что растет она долго, дозревает она, скажем так, обрастает шерстью тоже долго. Поэтому самое-самое невыгодное существо сейчас на рынке. И последние у нас остались козочки. 10 штук козочек. За них я заплатила 15 золота. Посмотрим, что я смогу с них выручить. Как видно, шерсти с них дают меньше, чем совец. Будем надеяться, что она, оп, как хорошо, что новая функция чуть не зарубила козочку. Будем надеяться, что она стоит дороже, эта шерсть на рынке, чем овечья. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас еще одна козочка. И посчитаем, что мы с них выручили. За 10 козочек у нас получается 81 козья шерсть. Учитывая, что дважды в сутки можно будет ее острить, у нас получается навара около 3,5 золота. Вот такая вот получилась статистика. Хочу всем напомнить, что прежде чем ставить на продажу шкурку, молоко или мясо, или вообще какой-либо продукт, вообще любой какой-либо товар, проверяйте цену на рынке. Не ставьте в попыхах самую минимальную цену, которую выдает автомат, поскольку могут демпить, вот как в данном случае со шкурой. Обязательно проверьте, настоящая это цена или же искусственно заниженная. Надеюсь, мой эксперимент кому-нибудь пригодится. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Всем удачи. Пока.